так добрый вечер дорогие друзья снова в эфире программа шаг в новый мир и сегодня сегодня у нас очень интересная тема давайте поздороваемся с светлана владимировной с доброго времени суток дорогие милые люди и я озвучу тему ну во-первых немного приоткрыли мы вам завесу на прошлом эфире это векторные отношения вы узнаете что же это такое и светлана владимировна нам пояснит какие это векторы отношения и почему они прежние и конечно главная тема которую мы будем сегодня разбирать это негативные программы у человека негативные программы в отношениях между детьми и родителями и что с этими негативными программами делать вот такая тема сегодня оставайтесь с нами если она вам интересно 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 конечно интересно и что с ними делать особенно интересно сэрлана владимировна расскажите пожалуйста что такое негативные программы ну вот в общем и целом Как их понимать, как их распознать И как понять, что вот эта программа Негативная Ну, помимо Давайте так разберемся Что такое негативная Деструктивная, отрицательная Минусы Это все, что искажает Способность любить человека То есть это наше с вами Прежнее время, прежняя жизнь Прежние реальности Из которых мы с таким трудом вышли Ну, не все, естественно Но которые люди пытаются Выйти, да, то есть те люди Которые готовы К такому переходу И готовы Освободиться от того, что было, знаете, как раньше Потому что Такие новые процессы, которые сейчас Идут на земле, подталкивают Людей именно к решению Освобождения от этих всех Негативных программ, которые были Есть в человеке Сегодня, да И во время перехода Все просят чистоты Внутренней, понимаете Все события, все идет К тому, что говорят Ребята, остановитесь И сделайте в себе внутреннюю чистоту И тогда вам незачем будет Ничего предпринимать Я вот про это Можно ли сказать, что Негативная программа Это та, которая Приводит к результату Который нам не нравится Конечно Это дополнительные гири Любая программа Это дополнительные гири Человека То есть информационные Прежде всего Вдруг человек говорит Я вот такой хороший Белый и пушистый Никого не убиваю Никого там не граблю Но я такой белый и пушистый А в нем сидит эго И смеется над ним Или там знаешь как Человек склонен к жадности И у него все события Или еще что-то Он не умеет дарить Отдавать Он только берет Вот это жадный человек Естественно у такого человека Будет постоянно воровать Деньги, дом, машину Постоянно подталкивать его Чтобы он отцепился от жадности То есть смотрите Если у нас есть негативная программа И чем сильнее она у нас проявлена Тем больше жизнь Получается будет нам Этих ситуаций давать Конечно Чтобы подсветить Только это не жизнь дает А человек сам создает Эти ситуации Он просто не признает это Еще не дорос до этого Не признает И легче же кого-то обвинять Чем себя Правильно же? Ну конечно да Все что происходит Дело в том Что отождествление себя от себя Отождествление себя от себя Это как раз тот прежний человек Я хотела обратить внимание Что чем больше негативных программ Тем больше вокруг ситуаций Которые их подчеркивают Усиливают Провоцируют Их появление и совершение в жизни В общем-то А что же Что делать и как поступить Я спрошу на самом деле попозже Потому что я сейчас открыла на книгу На странице Которая называется Негативные программы От родителей У нас же сейчас серия Дети и родители Да-да-да Поэтому я хочу обратить внимание На негативные программы От родителей И первое С чего начинается Эта глава Важно Жизненный путь человека Начинается С подписания Контракта душой Давайте затронем тему Вот что такое Контракт душой Ну контракт Это очень большая тема Мы сейчас просто У нас же негативные программы Сегодня контракты Одно из То есть Программа Смотрите как Вот сейчас нужно Посмотреть Причину возникновения программ Значит Посмотреть ее Очень просто Понаблюдайте за собой Целый день Вот один день Возьмите и понаблюдайте И вы увидите Сколько вы Озвучиваете В мыслях и словах Именно этих программ Я не успею Я не могу Я не успеваю Я сержусь Я там ненавижу Я там это Я боюсь Я постоянно боюсь Мне не дают зарплату То есть человек Да то есть Пришел доктор Я так болен Уже человек Ставит себе программы Есть такая практика Вот я сейчас расскажу Если Светлана Владимировна Одобрит Одобрит Говори Заранее априори Есть такая практика Вы Даете себе задачу На следующий день Что Просыпаясь с утра И ровно 12 часов Вы каждые 30 минут Записываете свою мысль Ставите себе будильник Ну например на телефоне Когда он звенит Вы записываете ту мысль Которую у вас в голове И вы отслеживаете таким образом О чем вы сейчас думаете Позитивная эта программа Или негативная И вы удивитесь Когда прочтете Когда прочтете в конце дня Что эти 12 или 24 часа Вы думали Это очень интересная практика Я ее выполняла И пришла к удивительным вообще Выводам И после этого Я совершенно по-другому Стала относиться К своим мыслям Я стала прям себя Ну подлавливать Отслеживать И как говорит Светлана Владимировна Вообще осознавать В каждый момент времени Потому что вы сейчас делаете то Каким вы будете завтра Светлана Владимировна Как лаконичнее говорить Я очень объемно сказала Каким В общем Ты делаешь сейчас то Каким ты будешь завтра Каким ты осознаешь себя завтра И вот попробуйте эту практику Что вы думаете Каждые 30 минут своей жизни Проверьте Проверьте, проверьте И вы будете приятно удивлены Но в этот момент Когда вы увидите Столько рода негатива Он только на этом уровне А там же еще очень много уровней То есть Вот так вот человек Постоянно пробирается И дело в том Что Если вы не знаете Как ответить Лучше промолчать Вот есть такой термин Да Почему Потому что вы Чтобы себя не обманывать Чтобы себя Лишнюю ответственность не брать Ведь люди многие Прогибаются Одна из программ Это ответственность То есть люди Не понимают вообще Ее значимости Вот А вот вы лучше промолчите Именно в тишине Вам больше Будет сохраняться энергии И меньше будут ставиться Вами же Программы Это прям очень интересно Говорят Молчание золото Да Это так Видимо так и есть Да А что значит Ответственность Это тоже программа Потому что из каждого угла С каждого угла Слышно Возьмите ответственность Возьмите ответственность За себя Возьмите за свою жизнь Но ответственность Это программа Вот где Как понять программу Это или действительно Брать ответственность Она Смотрите как работает Человек Вообще по развитию Человек уже Ответственен За то что он Мыслит Говорит и делает И вот представьте Если вы не видите Своих мыслей Да Эта ответственность Она Что делает Увеличивается для вас Якобы с минусовой стороны Чтобы вы Все таки осознали Что она существует Именно перед своим Духовным развитием Именно перед своей жизнью Именно перед своей душой Именно перед своим Вот в это уникальное время Перед эволюцией своей Человек обязан Проговаривать себе Что это именно так И вот когда он нарушает Эту ответственность То есть оставляет Все как прежде Он знает информацию Да Надо измениться И откладывает это На несколько лет Понимаете И ничего для этого не делает Поэтому она начинает Как программа Работать в человеке Утяжелено Работать в человеке Есть ответственность Например Когда женщина Большая семья Я уже говорила об этом По-моему Большая семья И она Нахватывает на себя Я сам дорогой Лишь бы ты только Отдыхал Я сам Дети Сидите Сидите Я сама И уже Такую огромную ответственность За семью Набрала женщина Что в результате Не посвящая себе Ни минуты А вот знаете как Исполнитель Просто Этой ответственности Она как раз И прогибается Под этим В виде Разрушения По здоровью В виде Потому что Неправильная Приоритетность Если женщина Работает с собой В духовном плане То есть Она тогда Уменьшает Риск этой программы Если она На себя Не обращает внимания И Ой мне некогда Там Какого-нибудь Не спросишь Вы вообще Работаете с собой Ой а мне некогда Заниматься этим Вы понимаете То есть человек хочет Хорошее будущее Светлое А получается Что он Поэтому ответственность Это тоже Одна из таких программ То есть получается В данном случае Ответственность Утяжеляет человека Которая Ну как гиперопека То есть Сильно всех опекаешь И получается Нет нет Это отношение То что сейчас Вы говорите Это отношение А там Ответственность Это когда Человек взял Ответственность А не исполняет Ее А он не может Вот я о чем Она разрушает его Вот я всегда Предупреждаю Когда человек Духовно развивается И переходит Уже на Высокие уровни Они например Начинают Говорят Да я божественно Святая любовь Ну там знаете Как все Сердце Гармошка Открывается Сердечно И там хочется Всех любить Я говорю Стоп-стоп И вот у меня Был такой случай В жизни Значит Женщина приходит И говорит Я божественно Святая любовь И вот все Заявила А когда Заявляешь Высокий план Там нужно Соответствовать Понимаете Ну так вот Работает И вот она Заявила А когда случился Какой-то конфуз В виде Вибрационной Несовместимости Выяснения Обстоятельств Да От ее Ответственности Не осталось И следа И она Слетела И именно С этой Божественно Святой Любви Почему Потому что Она повела Себя так Не как Высокодуховный Человек А как Низковибрационный В общем И ответственность Что сделала Она ее Пустила На место Где человек Находился Что такое Векторные Отношения Мы сейчас Про вот эти Негативные Векторные Отношения Это тоже Одна из Программ На человеке Что вот это За программа Во-первых Векторные Отношения Это взаимодействие С людьми Потому что Каждый человек Смотрит На другого человека Через свою Призму То есть Можно практику дать Через Какими глазами Ты смотришь Запишите Вот Какими глазами Вы смотрите Сейчас Мы вам дадим Практику Просто я уже На эту программу Начала людей Рекомендовать Я говорю Здесь много практики То есть Шаг в новый Шаг в новый мир И Весь мир На моей стороне И везде Все что Мы вещаем Везде Это практика Там нету Теории Про что я сейчас Какими глазами Смотрите на мир Да Векторные отношения Векторные отношения Да И вот В векторных отношениях Значит Разница Это отношения Друг с другом К человеку И вот Почему в семьях Говорят С одним идет С сыном Или с дочерью Совместимость А с другими Нет Это есть объяснение Там старшие Меня понимают Младшие Это развитие людей То есть Хоть от одних родителей Но у них разные Если Векторные отношения Это каждые 6 лет Разница Именно в 6 лет В высоких реальностях Это уже нету Это только осталось В низких Значит Смотрите Векторные отношения Бывают в семье Бывают в школе То есть Спарки Я их называю Спарки Это когда Двое человек Друг перед другом Спарка Например Мама С сыном Это как борьба И у них Да Нет И у них разница В 6 лет В 6 лет Разница В 6 лет Не возрастные Нет А в 6 Как вам сказать Например Мама 56-го года И сын Там Как-то 6 лет Складываются Понимаете Нет Пока нет Хорошо Ладно Сейчас Один ребенок Рождается Старше брат Например Он С 2000 года 6 лет Ага Цикл такой Цикл такой Именно Вектор Это Разница 6 лет Но она Не возрастная Она другая Слушайте дальше Если у учителя И у ребенка Векторные Отношения Они никогда Не найдут Общий язык Никогда То есть Будут раздражаться Друг с другом То же самое В семье Если у Мамы с сыном Векторные отношения Они никогда Не смогут Быть в гармонии Это прежнее Прежний мир Кратная Шести То есть Там Шесть Двенадцать Восемнадцать Да Кратная То есть Цикл Кратная Шести И как Никак не найти Общие Нет Это как Дополнительная Программа Да Нужно уйти Совершенно Другое Развитие Обоим И тогда Все будет В порядке Представляете Потом Есть такая Пара Как Это касается И мужчины И ребенка То есть В семье Все Есть родители Мама с папой То же самое Если у них Кратная Вот это Шести Кратная Шести Да Я просто Не донесла Кратная Шести Шесть Двенадцать Восемнадцать У них Отношения Как бы они Не хотели Они постоянно Будут ругаться То есть Вот это Вот Это дополнительная Программа Чтобы не ругаться Повышайте Свои вибрации Конечно Один из мудрых Начинает Повышать Свои вибрации И Мало того Что такое Повышение Энергии Вибрации Это раскрытие Способности Любить А в способность Любить Входят Всепринятие То есть Если у мамы С сыном Вот такое Векторное Отношение Значит Мама будет Знать Так Да Значит Мне нужно Больше Всепринятия Значит Мне нужно Больше Мощи Чтобы мой сын Тоже так же Просветлился Но это Разумная Мама Вот Учителей С ребенком То же самое Вот Было Да так Видите Человек И он вам Не нравится Вот Ни с того Ни с сего Да А зачем нам Этот человек Вроде А он не нравится И все Говорят Что если Такое происходит Что человек Не нравится Значит Он тебе Специально Вот Пришел Показать Что тебе Это на каких-то Этапах Здесь работает Программа Это на каких-то Этапах Развития Что внутри То есть Снаружи А потом Когда вы Уходите Из этого Там же Другие вещи Программы Работают Самостоятельно Помимо Воли Человека И до тех пор Они будут Работать На человеке Пока человек Не выйдет На реальное Просветление Понимаете А это только Сегодня Во время Перехода Там же много Ответлений Смотрите Вот этот радиус Который мы показываем Да Это все Ответление Человека То есть 360 И он Будет постоянно Пока не выйдет Именно На развитие Вертикали А вертикали Это прямая связь Собою А через себя С высшим миром Разум Оттуда идет Энергия Вот Поэтому Программы Тогда Обнуляться Полностью Там не будет Это А так Конечно Людям сложно Сегодня Даже принять Решение Потому что Эти программы Знаете Как на елке Прямо На человеке И А сейчас Добавилась новая Вибрационная Несовместимость То есть Мир Делится На На свои Миры Скажем Каждый мир Вот прежний мир И почему Такое большое количество А потому что Они в едином Ритме живут В едином энергиях Мироощущениях То есть У них Принято Обманывать У них Принято Что там еще Что там Осуждать Оценивать Негативные проявления Да Абсолютно все У них Приняты Энергии Войны И они Ничего с этим Не делают Понимаешь О чем разговор А что такое Практика Какими глазами Мы смотрим Давайте ее дадим Да вот все-таки Мы закончим Сейчас вот эту Поэтому Основное донесение Что Все программы Которые ставят Вольно или невольно Себе Человек Он все равно Несет ответственность Почему Все что происходит Его в жизни И судьбе Все что происходит В его внутреннем мире Все что происходит И что он Отправляет Да Из своего Внутреннего мира Это как раз Такие реальности У человека И создаются И вся ответственность Лежит только на человеке Ну ни на ком Он не сможет Ответственность Переложить на эти программы Потому что он допустил их И живет под этими программами Мало того Там еще сущности Мало того Вибрационная несовместимость С планетой Мало того Вибрационная несовместимость С людьми Почему Потому что Способность любить Маленькая Ее надо открыть Поэтому давайте Мы все-таки Дадим практику Расскажите Способности любить То есть Вы Проживя Сколько вы там Говорили Поставить на будильник Каждые 30 минут Говорите Я увеличиваю себе Способность любить Быть этому И все И у вас Эти Не только программы Обнуляться Вы увидите Какой результат будет Потому что Наше Энергоинформационное Нанесение Работает На ваших Высших устройствах Поэтому Такой результат Так давайте Совместим Эти две практики Значит 30 минут Прозвенел будильник Вы отслеживаете Какая мысль у вас И если она негативная Вы же можете Ее отменить Конечно Конечно И сказать Увеличиваю Способность любить Да И щелкнуть Правой Правой рукой Запустив эту программу Вот вам Прекрасный симбиоз Чудодейственной практики Попробуйте И напишите Что у вас получается Вот И естественно Наша сейчас задача Основная Объяснить Какими глазами Смотришь ты на мир Именно глазами В котором состояние Ты находишься Если ты находишься В страхах Тревогах Осуждениях И плюс еще 600 Я уже добавила Вот И плюс 600 Негативных проявлений Такой мир будет Понимаете Такие реальности будут И такие события будут Если ты смотришь на мир Со способностью любить Она у тебя развита То есть Великая степень благодарности Радость Свобода Изобилия И там много-много Всего процветания Довольствования Состояние довольствования Это ключ вообще ко всему Вот То естественно И мир у тебя такой Внутренний И такие глаза у тебя Через которые ты смотришь На этот мир У тебя все будет Только на высоком уровне Понимаете Ну что ж друзья Смотрите на мир Глазами Любви Любви Радости Только не человеческой А той высокой любви О которой мы постоянно говорим Потому что она отличается От человеческой Человеческой любви Намешано все Вам нужно выбрать Спектр восприятия Именно высокого плана Высоких реальностей Поэтому мы С Ольгой вещаем Именно с высоких реальностей Для того Чтобы вы Осознали И начали действовать Вот вам практики То есть Какими глазами Смотришь на мир Такой твой Внутренний мир И практика Каждые 30 минут Вы отслеживаете Если негативное Отменяете И запускаете В свою жизнь Свет Добро Благодать Божественную Святую любовь Только вы Должны Соответствовать Этому В своем Внутреннем мире Что это Именно там И вы четко Осознаете Что именно Кроме чистоты Внутренней Там больше Ничего нет А если у вас Сейчас 5 минут Вы В благости А 45 минут В претензиях И осуждениях То вам Нужно Придется Включать Огромную Огромную Работу Над собой Чего мы Вам и желаем И увеличиваем Божественную Святую любовь Для вашей помощи Ну что ж До новых встреч Дорогие друзья Ждем вас В следующем выпуске И пишите Какие результаты У вас получились Поэтому шагать Будем в новый мир Вместе До скорой встречи До скорой встречи Субтитры создавал DimaTorzok